Играли Мираж, потому что не захотели играть на пике соперника, там все дела, и вот они, камеры, опа, опа, смотри, а ведь много чего можно понять по лицам игроков. Конечно, конечно, психология важна, надо посмотреть по лицам, и лица ничего нам не выдают. Может быть, ты не психолог? Нет, я, конечно же, психолог, в смысле, я HR по образованию. HR по образованию, что означает то, что я психолог по... Я психофизиологию учил, чувак, знаешь, что это значит? Ой, я тебе потом расскажу о следующем раунде, потому что следующий будет... А, нет, после следующего. Ой, там врыв-то на Аплэнс сейчас может получиться через дверь, причем... Напомню, что Юнайтедов больше винрейт. Прости, я тебя перестаю... Давай, продолжай хайпить. В пять игроков в дверь, ты посмотри. Два, три, погнали. В пять игроков на двери, и как бы... Ну, где хайп-то, я попросил. Какой хайп? Не, не будет хайпить. Ты начал хайпить, я тебя перебил, давай хайп. Я не могу хайпить, когда ты меня обрываешься. И вот они вылетают через дверь, боже мой, на Аплэнс, где тут люди, где люди, они все мертвые. Последний остается Дэпор, и он с Б-база. Слушай, ну, четыре игрока на Аплэнсе как бы были и всплыли. Я даже не знаю, что происходит. Дима, разлагинь себя, пожалуйста. Куда? С команды Юнайтед. В смысле? Ну, боже мой, я имею в виду, как вообще это произошло? У нас даже Абсервер не смог показать ни одного килла, понимаешь? Пять игроков ни одного килла. Атаки вышло через дверь. Да. То бишь, один хайвей-плеер мог кинуть либо Молик, либо пять хэдшотов сделать Си-спа. Ага. 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 И? В итоге Дэпор сражается на КТ, но он раунд точно не берет. Ну да. Что значит, что? И как-то фракция забирает пистолетку. Смотри, смотри, Дэпор пытается из последних сил что-то сделать. Неизвестно, что с ним будет происходить сейчас. Скорее всего, в него войдут. О-о-о-о, да. Да. В итоге он входит в Дэпор, в Драгонфлай, но это не суть. 1-0, друзья. Которая велика, и нам надо понять, куда мы идем вместе с вами, потому что в данный момент у защиты будет форсбай. United решили играть с деглами. Четыре штуки. ЦЗ-х отдастся. Я считаю, что это шик. Отказались от ЦЗ-шек. Кстати, да, самое время поставить на четвертый раунд. Самое время. А пока занятие буста в исполнении Фракстерс, и они прокидывали пули на коннектор. Но, опять же таки, особого толку это не приносит. Эйз за вайтбоксом. Рядом с ним в упоре будет работать рефреш, и, соответственно, стэк команды Фракстерс все еще не выбрал вектор направления атаки. О мой бог. Рефреш. Идет вперед. Рефреш. Работать. Работать надо будет по миду. Жестко, плотно. Дазл. Дазл все еще ждет. Но отходит поглубже. Или останется все-таки на мейне. Да, останется в старте мейна. Что стреляется до сих пор с мидлом все это время. Фракстерс только лишь направление мидла отрабатывали. Хотя вот сейчас падает Дазл, падает Эйз. И как бы на Апленте дырка только лишь на одного игрока. Скайлер. Ох, Аплент, его исполнение. Дигл, 50 хп. Все или ничего. Потому как в противном случае Форсбай будет под вопросом. Скайлер первый хатшот пошел. Но вот на второго перевестись не удалось. И далее Амус работает. Но все равно один минус. И Депр. А что? А Депр все еще на Б. Там пацаны по Апленту уже минуту гуляют. А он все на Б. А я напомню, что это не просто так был Форсбай Юнайтед. А это был Форсбай с арморами. Что означает то, что у Юнайтедов при отсутствии еще и нормального количества киллов. А мы видим, что они сделали только два. По деньгам будут проблемы на первом девайсе. У них не будет дифускитов. У них не будет молотовых. Ну или там будет один условный дифускит. Один молик. В общем, это не особо сильно может помочь. И у Фракстерсов появляются хорошие шансы. Опять же, кэш. Мы знаем карты атаки. Очень часто по статистике берутся именно большинство раундов здесь. Особенно эта история с Нипами всегда работает. Ты, кстати, у нас, по-моему, фанат, да? Да, Нипов фанбой. Короче, в общем, как Нипов фанбой, ты знаешь точно, что они бывали, играли 15-0 на атаке и сливали карты. И 14-1 они играли на атаке кэша. Вообще они любят выбирать именно атаку. Вообще ли Нипы любят сливать в последнее время? Нет, нет, то, что они любят сливать, это тема как бы уже давнейшая. То есть это прям века. Единственное, что они берут, это Айм Окленда, и это мы знаем тоже. Вопрос в другом, что на кэше у них есть тенденция брать очень много раундов за атаку, за защиту, там еле-еле добирать. Да. И она, ну, если Нипы так делают, значит, и большинство вместе так делают. И сейчас у фрагстерсов хорошие шансы просто зацепиться на атаку, взять там себе 10 условных раундов, а потом добиться. Ошибочка вышла, посмотри, 4 мидл в исполнении команды Юнайтед. Где ошибка, расскажи мне. Ну, от Юнайтед. Ну, не лакнуло немного, что ты. Ну, как бы 4 мидл очень редко занимаются от защиты, и как бы это очень интересное решение. Ну, это попытка на лак выйти, но лака нету, не повезло немножечко. И как бы сейчас бы база даётся, и импакта не носятся. И надо идти куда-нибудь деликатся. А смысл? Не отдавать себя. Сейвить Юспи? А, или на фаргана не лезть, типа. Да-да, не лезть на маке. Тоже верно. На маке залезешь, шестихат отдашь, но я имею в виду, кому это надо вообще. Ну, смысленно так-то. Смотря на какой мак залезть. Сейчас бы на кусты забираться. Серьёзно, они не твёрдые, понимаешь? Какие кусты? Ну, цветы. Какие кусты? Какие цветы я про... Ой, ладно. Понял. Сейчас бы не узнать мак, мак. Ну, как бы, который мак. Ты сейчас про игрока, что ли? Пара-па-па-па. О, этот рофил был слишком сложный, особенно для КС-комьюнити. Да, и, соответственно, падает у нас Скайлер. Остаётся всего лишь, как бы, 4 игрока команды Юнайтед, и они не решили тейкать базу БС-ю спами. Непонятно, почему они сохраняют себе эти пистолеты. Хотя можно было выбить хоть какие-то девайсы, соответственно, в атаке. И 3-0. Фракстерс пока что не наткнулись на оборону Юнайтед. Пока молодые. Пока молодые, да? Да. Танцы пока молодые? Нет, это к вопросу о никнейме игрока Na'Vi. По PUBG? Да, ну, конечно. Ну, все, кто смотрит Counter-Strike, знают наверняка, что есть стак игроков Na'Vi в PUBG. И главный у них там пока молодой. Кстати, совсем недавно Убах или Пижама-енота, как вы... Почему Убах? Ну, Иван, неважно. Его просто, когда он играл за Na'Vi в доте, его называли Юбахом. Да, так и... Да, почему ты сказал Убах? Ну, потому что его не называли Иваном, когда он играл в доте. Оу, минус по депру на базе БМУ. Ус, не ошибайся ты. Гори в аду, но не ошибайся. Как же было жестко сейчас. Это... Фракстерсы, друзья, это команда, которая доминирует на выходах в Б-плент. Это их тема. На входах в Б-плент. И на выходах, и на входах, и на серединах между Б-плентом и Б-плентом. Между началом Б-плента, концом Б-плента, халпой, девяткой, ножовкой. Да, именно так. Опа, Аранбуз пытается затренить тут, на самом деле, на девятку, но, опять же-таки, не получается. С какого-то... Оп, третий раз. Так, с третьего раза. О, почти. Найстрай. Это тренировочный матч, друзья, если кто-то не заметил. 4-0 для Фракстерсейфдевайсов. То есть вот насчет денег, тубуляцию, пожалуйста, об серверах. Вот, спасибо. Видите, как бы не так много может оказаться. Хотя 4 подряд сливают. Могут фамасики дропнуть. Почему бы и нет? Граната нужная. Ну да, им придется это сделать. Придется это сделать, и это опять будет недобай. И Фракстерсы теперь... С этой историей раундов, да, когда они постоянно пушили B, теперь им придется усиливать именно B-точку, что означает, что не будет хватать людей на миддл и A. И я в на месте Фракстерсов просто рашинул по миддл. Ну, либо занял бы миддл, просто потом уже... Нет, с миддом это очень хорошая стратегия, но, опять же-таки, вопрос, как они будут принимать отпор от защиты. В смысле? Так, Юнайтеды не будут ставить сейчас миддл. Они будут дабл B ставить. Смотри. Дабл B, не, ну дабл B даже... Вот, смотри. Из-за истории раундов это дабл B. Соответственно, у тебя ослабление миды, потому что только один скайлер. Скайлер вырубаешь, там флешка, неважно, что угодно, атакуешь по миду. Агрессия на двери. Но мы видим, что это дверь. О-о-о, Айс так же близок. Тринь, минус один. Далее разминат Айса. Айс мог быть и вторым минусом оформлен, но не судьба. Не судьба. 4 в 3 большинство за Фракстерса. Не концентрируйте внимание под Аплентом. Скайлер за флешка получает. Вон Тепп от Драгонфлая. И Деппор с Мусом вдвоем. Вопрос из чата. Является ли Скайлер внебрачным сыном Катлера? Или ты хотела спросить про Итана? Еще вариант, да. По-моему, только три человека. Это два брата. Сыновья Катлера. О-о-о, черт. Мы раскрыли. Жестко. Это новый маневр современного Counter-Strike. Итак, 5-0, друзья. Опять же, читалось. И уже я говорил, почему. Потому что Force Buying Round United немножко прибился. Прибил экономику, точнее, United. И... Почему мне так смешно? Я не знаю, почему тебе так смешно. Типа какие-то серьезные траблы. Потому что люди-то не знают, что ты ржешь, сидишь. Так, ставлю. И нет, это не лечится. Дапр. О-мой бог, как же тебе больно сейчас будет. Я бы не хотел бы быть на месте Дапра, потому что это классические 69. И United будут бать АВП. Два, даже два. Куда? Куда вам два века? А и Б? КТ, тачка, Б база, идеальный расклад. Смотри, идеология игры. Я не знаю, есть ли она тут, конечно, нет, но просматривается пока так. Фракстерсы долбили по Б. Жестко. Без всяких напрягов. Почему долбили? Долбят. Не, 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 подожди. Сейчас они не долбят. Они сейчас хорошо все сделали по Апланту. Сыграли против напряга двери. Так, тем временем. И теперь начинают пушить мидл. Потому что этого они еще не делали. Они знают, что противник не будет усиливать эту точку. И посмотри, посмотри, что они сделали. Они сделали минус на миде. Стяжка сразу от Дапра. И один опорник на Апланте. При этом всем он не в глубокой позиции. Он только-только пришел. Все, до свидания. Это ГГ. Это ГГ. В этом раунде. Фракстерсы полноте читают движуху. Они считают движуху. Это неважно. Убивают их, не убивают их. Они чувствуют вейв. Когда ты чувствуешь вейв, ты просто унижаешь. А у Юнайтедов есть боскеты и смоки. Все у них замечательно. Но они сейчас проиграют. Смотри на это. Смотри просто на это. Ты можешь мне не верить. Ты можешь не верить им. Драгонфлай. Был блин. Чего это было сейчас? Был деппор, закрывая Драгонфлая. И я могу тебе не верить им. Я все еще могу тебе не верить. Бобски все еще выиграет это. Я все еще могу тебе не верить. Зачем он свап этот сделал? Расскажи, что это за свап. Бобски, братюня, ты мог сделать 4 килла без свеча. Но это все равно хорошо выглядит. Так вот. По поводу вейва, понимаешь? Ну да, вейв. Чуваки чувствуют правильную волну. Они знают, как работает сейчас команда противника. Они понимают, читают и возбуждают противника на те действия, которые они хотят. Поэтому они просто переламывают их под корень сейчас. Все эти раунды, которые мы увидели, а это 3 девайсных, плюс антифорсбайны, были полностью в салат обыграны стратегическим форматом. Не стрельбой, который тут как бы плюс-минус у всех одинаковая, да, у каждого игрока сейчас. Ну и первая пауза для команды Юнайтед, между прочим. Кстати говоря, что-то по таймеру. Они полностью правы. Не, ну а с таким счетом сложно спорить. Их читают. Нет, дело не в счете. Я тебе говорю, это именно проблема в тактике и стратегии. Сейчас Юнайтедов читают, их гоняют как угодно. Им говорят, смотрите, ааа, мы делаем минус на мидл, значит у нас 100 пудов перетяжка на хайвей от парня, а второй прибегает вообще вне позиции и типа мы всех их убиваем на изящих, ставим бомбу, разрываем в лицо. Все потому, что они настолько хорошо и разнообразно, разнопланово действуют, что их невозможно прочекать. И теперь единственное, что ты можешь сделать на месте Юнайтеда, это пушить. Они сыграли 2-2-1, то есть вот расстановка изменилась после первой же паузы. Но вопрос, как будет контрбус работать? Единственное, что они сделали, это то, что они поняли, что надо действовать самим, брать себе инициативу в свои руки. С пистолетами понятно, да, самое главное, что они будут делать, это то, что они будут делать на девайсах. Сейчас вообще ничего не решают раунд, возьмут, не возьмут, неважно. Это не изменение, это просто поджимы, потому что у вас пистолеты. Крик души? Ну нет, это просто грамотные маневры, потому что у тебя с пистолетами другого варианта практически нет. Если есть, это типа стакнуться где-то. Усилить четверо, маклайн, например. Оп, есть контакт, минус подазл, окей, ну вот в конечном-то итоге, минута времени для Фракстер. 6-0, и я могу сказать, что начало действительно неплохое. Сейчас нужно ждать второй закупки уже после паузы, но эта пауза, я боюсь, даже вот не поможет. И на этот вот как-то отвечает Фракстер за первое поражение. Пока что так. Мне сейчас очень хочется, чтобы все, кто умирают, как в королевской битве, уходили с серва. Это так-то, это больно. Ну, это королевская битва, здесь никто никого нет, они не жалеют, понимаешь? Так и в жизни работают правила. Уходишь с серва. Потом реинкарнация, если ты снова на земле. Так, скайлер. Есть первый, но вот Торбан. Торбан не отпускает. Эйс, эйс, эйс. Вышел, спалил себя, умер. Убила мгла не сработала, к сожалению. Там, кстати, по хп очень серьезный просад, Торбан. Да, и Мус может сбрить всех с одного спрая просто, смотри. А Деппер может с трех выстрелов. Я угадаю это слово. Точнее, это мелодия с трех нот. Ну, давайте. Мус угадает ли он эту мелодию? Ему дверь надо открывать, вот в чем вся проблема. О, это ГГ. С дверью он не сможет просто так выйти. Дверь — это ГГ. То есть, на нюке дверь это ГГ. На каше дверь это ГГ. Почему любая карта с дверью, оказывается, ГГ? Вот объясни мне. Потому что Мус мог бы с мейна пройти, но он решил забить на это дело и пошел. Опа, открыл! Здорово! Забрал пулю. Минус один. Да. Оп, есть минус, смотри, фрешу. Все, все. Минус, ну, это мало. 7-0, фраг, старс, бомб. Нельзя, нельзя, брать... Пожалуйста, не делай этого, пожалуйста. Я прошу тебя, не делай этого. Нет, надо! Уйди! Уйди! От пути. От пути. Все, молодец. От двух хп у Блобски и шесть в Драгонфлайе. Было близко. Все равно, все равно, все. Господи, как же Даприс сейчас себя ненавидит. Боже мой. Он просто должен сейчас скушать свои собственные мозги. Да, это жестко. 7-0. Команда фраг, старс, по-прежнему ведет в счете. И на самом-то деле, пауза, которая Юнайтед была взята в предыдущем раунде, в предыдущем раунде, в общем, прощение, да, сейчас должна сработать. Иначе, а в чем смысл? Что это было, да, иначе? Вот вопрос. Какая была пауза? Эйс и Мус продолжают играть с АВП, но расстановка такова, что Эйс на тройке А плента, соответственно, АВП от Муса на АБ, как я и предполагал, и 2 мид, 2-2-1. То есть вот всего лишь одно снайперская винтовка под А плентом. То есть и рискован один момент, и тот же момент сейфов, в случае, если будет выход на АБ. Только в случае на АБ. На А вот, видишь, они сейчас только поняли, что не стоит, наверное, нам оставаться на миде. Усилили его в начале раунда. Опять же, грамотно действуют фракстеры, понимают, что сейчас уже Юнайтеда будут максимально трайхардить, и они сами подключают режим трайхарда, просто в тухую стоят, раскидывают гранаты. Все, что им нужно сделать сейчас, они делают. Это байтит, не считая этой смерти. Они байтили максимальное количество раскидок против себя, и сейчас у Юнайтеда на самом деле на окончании раунда, а хотя осталась целая минута, нет вообще ни одной гранатного удержания, ни одного снайперской винтовки нет на Апланте, к примеру. А это тоже минус. Но самое главное это то, что у тебя нет молотовых, нет смоков, и Dragonfly и компания могут делать сейчас все, что угодно, выходя на сухую. Кроме этого, еще и на Б-планте оставили только одного муса. С Кэт Волка, а это товарищ на Кэт Волк, только сейчас забирается видео, но Dragonfly, как же он читает этих америкосов, а? Как? Это было как-то жестко с твоей стороны. Ну, американцы. Да. Давай все-таки как-то, ну, будем немножко нежнее, влажнее. По отношению к ним, мусс тем временем делает свой килл на опорной позиции Б-планта, он в глубине, и по нему есть инфа, и проблема в том, что у фракстерсов нет другого варианта, кроме как просто бежать сюда. Но они потеряли двух, а бомба лежит посредине точки Б. Это КГ, но пытался бороться. Dragonfly последний, и вот вопрос... Смотри, после этого фракстерсы не будут делать ни одного фейка. Ни одного фейка, ни одного сплита. Подожди, у них был фейк. Но сейчас это был, типа, один парень на мейне, который убивает на Кэт Волке, и United, соответственно, думают, что это Аплент, и у них три человека идут на Б. В этот же момент они уже УБ. Это не фейк, это сплит. С моей стороны я не поверил, что это был фейк, но вообще... Но это сплит. С твоих слов, на самом деле, если бы я не видел картины, я бы так и подумал, что это тоже фейк. Но, типа, сложно, сложно понять эту ситуацию. Фракстерс просто решили поменять позицию и сделать все как надо. В итоге получаем снова United, за лопость сетап, и команда Фракстерс, в свою очередь, побеждатчане будут пытаться нивелировать по дороге. Вам историю мою. Очень сложно. Мусс убивает первого. Это был реверсивный буст. Учитесь, друзья. Еще и кроме этого молек. Вся проблема реверсивного беста, когда вас убивают на бусте, она выдает еще и место расположения второго опорника у United, и поэтому можно просто рашить А, или Б. Не важно, что рашить, главное не мидл, потому что там, ясное дело, есть парень, они просто не внюхали на б, что там два периодически стоит. Ну а из Форклифта, здесь один минус ему отеспечен. Ну как же медленно, ну парни, ну вы мало того, что медленно, так еще и флешки такие кидается, которые считаются миллиард лет. О, Господи Иисусе. Еще и Скайлер жив. Насколько вот беззубенько. Парни, надо взять паузу. Надо, вы начинаете перегорать. Вы вот словили хорошую волну, пару-тройку ошибок, но вот этот раунд, это уже перегар. Ну что, американцы смогут ли взять второй раунд? Сейчас два патрона закашивает Бобски и Э2-7. Закашивает Бобски. Да, 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 да. И вот интересный пролет. Чем он интересный потом? Ну, красивое отражение неба. Художественная ценность. Небо классное. Так, и касательно медл. То есть вот стоит, наверное, опять говорить об этом. Команде Фракстерс, наверное, чаще надо именно через медл играть. Пробовать как-то в направлении медла, сплитовать А, Б, без разницы. Выходить в сухую на любой из пунктов смысла ноль. Чтоб ты понимал, сейчас на Юнайтед в лайве 6,25. И это плотно. Это плотно. Настолько не верят в них после серии 7 раундов от Фракстерс, что, опять же, полностью читал. Здесь не было никакой невероятной игры. Фракстерсы сейчас, скорее всего, потеряют раундов, ну, не знаю, 2-3 подряд вполне реально. Потому что Юнайтеды, как вы видите, начинают их запирать. Паузы все еще нет. Парни не понимают, что они хотят делать по жизни. По жизни они хотят делать паузы? Не-не, по этой игре имею в виду. Они не понимают, что они хотят делать. Так, и минус Атейса по ставну уже 2. Фрага для снайпера. Команда защиты. Бобски все-таки ратирует этого молодого человека. Далее еще и падает Скайлер. А это уже пропадос. Даззел отлавливает Орбана. 2-3. 50 секунд времени. И вот картина снова этого раунда, мне кажется, не ясна до последнего момента. Будет в конечном итоге выход на АБ с бомбой. И даже сейчас ребята могут кинуть смок на просвет и пойти на КТ. Да, пар. Ой, какая же у него сосная позиция на самом деле. Просто самое лучшее, что только можно придумать в этой жизни, потому что фрагстерсы заперты, они не понимают, что происходит. Даззел, кроме этого, приходит со спины губски. Погибает. Рефреш тоже умрет. Вот она пауза. Я вам обещал ее. Она появилась, и она полностью... Может быть, ты им заплатил за это? Конечно. Ну, то есть, я имею в виду, а что я еще мог сделать? Ну, да, тоже верно. Тоже верно. Дмитрий, повелитель пауз. Звучит? Звучит. Ну, и, соответственно, команде United. Что же им можно сейчас еще, в принципе, доработать, чтобы окончательно закрепиться в первой половине? Объявляю, что они уже отдали 8 раунд уже, правильно? Фрагстерс 8 уже, да? И, соответственно... Нет, это 7. Хорошо, 7 раундов. Этого тоже более чем достаточно для хорошего старта. 8-7. Еще неизвестно, в какую сторону. А вдруг там и 9-6 будет. Вот это вот все. Я думаю, что United способны доиграть эту половину. Ну, не полностью в свою пользу, но как минимум взять пару-трех раундов. Дочнее, не пару-тройку. Сейчас, подождите, надо вспомнить. Так. Короче, это... Я думаю, 5 минимум они берут. Я думаю, что... Да, United, я думаю, что и 6 вполне реально. Вопрос в другом. Фрагстерсы взяли паузу. Давайте посмотрим, что они придумали. Потому что пока это классический сетап. По дефолту один игрок Токсик занимается максимальным напряжением через маки. И простреливает. Но это никого не должно пугать. United продолжается и вдвоем на Б. Подсадка. Стоять бояться. Это ничего не решит. Это полиция. Это полиция. Руки вверх. Голову на капот. Что? На погрузчик. Даззл. Что это? Я имею в виду, вы выходите и вы не чекаете дефолтнейшую позицию среди всех дефолтнейших позиций на каше. Как же он спрейит. Как же этот Даззл рубит людей. К сожалению для него он скончался. И вот и тиммейты Скайлера еще далеко. Здесь выход. Господи Иисусе, как же ты долго спрейил, братюни. Но стал он еще хуже сыграл. Бубски погибает. Рефреш 1. Вот такие вещи. Вот такие вещи дадут United 4 раунда. Не потому, что они лучше, а потому, что фрагстерсы. Они перестали максимально корректно и спокойно отыгрывать. Они в хаосе. Они не находят тех углов, не находят тех киллов, которые дадут им больше пространства. И мы видели только что отличная игра на заменение пространства, на замену точки. У тебя умирает один на погрузчике, ты сразу же стоишь в эту же точку. Второй чувак думает, о, ну блин, ну тут свободно. Сейчас зайду сюда, тут можно руки помыть. А ведь этот вопрос можно было решить одним моликом. Да. Нет, молик лежал. Он лежал не так и надо. Он лежал слишком неаккуратно. Он лежал нормально, потому что там лежал смог. Он перекоротил ему часть дороги. Может. Короче, ну, типа ты не мог там нормально все сделать. Рефрэш, хороший дабл тысяча килл. Да, на миде. Это шикарно. С Торбаном в паре вышли вдвоем. Бобски еще и подстраховывался, что под винтами. По итогу большинство за фрагстерс уже с самого начала. Вопрос лишь, напорятся ли они на снайперские винтовки. Снайперские винтовки в исполнении эйса или же мусса очень опасно сейчас. Бобски. Ложки полетели. Здесь крайне сложная ситуация, в которой юнайдеры потеряли те самые ранние киллы. Хотя они, опять же, вот эти усиления даблой на мидл, мы уже не раз видели, как их карают за реверсивные бусты. Как не работает, в принципе, у них усиление на миде. Давайте забьем на него. Просто останетесь 3-2, например, 3 человека на А, 2 человека на Б. Да, это опасно. Да, это не так хорошо, как могло бы быть с точки зрения контроля карты. Но на Мираже получалось. Если ты даешь мидл на Мираже, ты можешь нормальный контроль у тебя или бэпплэнт и у юнайдер, это получалось. И на нюке, кстати, у них получалось играть тоже глубоко и закрыто. Но давайте посмотрим, что будет делать эйс. Эйс с Солом уже закрыт. Если флешки не будет, флешки не будет, будет пропрыжка, до свидания. Ну, как бы, минус один уходит, нельзя такое отпускать. Это некачественная пропрыжка, совершенно была... Дело не в пропрыжке, дело в том, что нет трейда. Трейда нету, и он уже делает второй минус. Ну зачем тебе трейд, ну господи Иисусе? Что ты ему предложишь, свечи на мёд поменять, что ли? А, ты в этом смысле. Я про то, что пора бы забрать, товарища. Да, 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 но, когда ты даешь ранбуст, это не всегда так удобно. Так, это что такое? Что это за стрельба, Дапр? Братюнь, ты, ну, как бы, ну... Калашик же 40 гривень? Да, это, ну, я имею в виду... Это твоя жизнь, да? Контр-стрельба твоя жизнь. А если ты мою жизнь просто опустил? Ну ладно, я согласен с этим, да. Это жизнь Дапра. И это его жизнь, его работа, его профессия. И это совершенно технический момент. И он его понимает, я уверен, потому что не понимать это невозможно. Вот, и сейчас он просто технический брак выдал в прямом эфире нам. Я надеюсь, что его за это... Зато брак для Фракстерс очень приятный. 8 раундов, первое плей, но уже за ними. Да, так и есть. И дело не к счету, на самом деле. Они могли взять и все 14 раундов, 12 раундов, 13 раундов. Фракстерс в какой-то момент почувствовали. Сейчас они взяли паузу. Они все прекрасно понимают, правильно сделали. И на этом нам советуют сделать то же самое. Им надо немножко утихомирить свой пыл противника. Они брали тоже уже паузу. И ничего страшного, можно взять еще одну. Но главное сейчас не отдавать опенкиллы в самом начале раунда. Не играть агрессивно, играть на пассиве. У тебя есть WVP, у тебя минимум по раскидкам. Это негативно, конечно, сказывается на подобном варианте действий. Но отморозиться и ждать. Эйс, выход от него. Хороший маневр. Это уже было, это уже было. Нет, нет, этого не было. Был, он пожимал уже вент, его убирали здесь. Ладно, значит, ты прав. Но тут в любом случае прочекали. Очень плохо сыграл Эйс. Дапр вообще не был на холпе. Пытается сам ворваться. Господи. Еще и стал забирать второго. Но снова B открыто, смока, изоляция. Все. B-плэн никак не ретейкнешь. Китов только на мусе. И как бы даже если скайлер зайдет спину с минусом, а это еще и под вопросом. Нет, нет, нет. Вообще непонятно, что происходит. Начинается снова у нас повторение. Это круг. Контер-стрек вообще очень-очень круговой, как и любой вид спорта. Всегда мы приходим к нашей классике. И здесь внутри самой первой половины мы пришли от того, что фрагстерсы били жестко по B-планту. Потом они отпустили. И теперь снова ударили очень-очень вовремя. Заставили поверить Юнайтед, что не только одним бетом по B-планту. Эйс, конечно, здесь был пан или пропал. С другой стороны, надо ли это было делать. Я уже говорил, да, не отдавайте опен фрагов. Просто сидите на отморозке. Все было бы нормально, если пейс остался на девятке, например. Ну, то есть не факт, далеко. Надо было бы исполнить. Надо было бы подкинуть друг другу флешки. Но так вы соло играете. Да, дапр отдельно, эйс отдельно. Дапр физически не способен тебя от саппорта, потому что ты вылетаешь в смок. Садишься на камень. И не плачет сатэн. Что тогда происходит? А что происходит тогда? Ты отдаешь не сатэн, ты отдаешь косарь? О, как. Шрафы. Например, штрафы. Ну, надеюсь, что штрафы сейчас не только и фрагстерс, и, соответственно, и для юнайта сейчас очень необходимо забрать два последних. А что с экономикой? Экономика у них, по-моему, пошла коту под хвост. Да, есть кольт, есть авик, остальные все в районе двух тысяч. И, как я понимаю, десятка для фрагстерс, если мусс и даззл с засыльными девайсами не сработают. Хотя вот тут непонятно. Дапр. Тут... Подпросил забайтить. Ага, это сплиты жесткие. 90. Ну, слушай. Дапр горит, его заставляет двигаться, он умирает отставно. Что творит молодой? Ну, о чем? Второй раз на Б уже чистит. Тупо в Соляново. Такое ощущение, что любой из нас, ну, я имею в виду из молодых... А после этого к тебе в матчмейкинг попадается такой же челик. Он просто смотрит, что молодой может, и я говорю, да ща я там развалю. Ага. И это был я, кста. Ну, ладно, это уже не важно. И целая минута времени, если там забирает мусс, падает от даззл отрыва... И умирает. Куда ты пошел? Зачем ты пошел? Чего происходит? Ну, ладно, это все мелочи жизни. 4-10, и эта карта, судя по всему, отправится к фрагстерсу. Неприятно. Да нет. Ну, это десайдер матч, как бы, Юнайта заслужили победу, как я считаю, во всяком случае. Чего ты это решил? Ну, потому что нюк не удался на Славово, не потому что ребята... Не, хотя, слушай. Не, они сами себе похоронили. Они сами себе вырыли яму, и эту яму они вырыли очень... И вроде как фрагция сключились, еще и яму начали рейдить, то есть как бы странно. Не, они круто отыграли нюк, начало карты, середину карты, концовку зарыли сами себе, и они достойны поражения, здесь они достойны вылета, смотрим, как Остин. И я думаю, на самом деле, что фрагстерсы, хоть и команда, которая... Минус по дазу, там еще и второй пытался на размене вылететь, но Смог не прощает, и выстрел мужчины под базой Б сейчас тут будет стоить очень дорогого, потому что Ставн может открыть снова этот плент, но в этот раз он не справляется со своей задачей. Упски. Откроет миддл, он слышал мусу, или кого-то он слышал, но он все ждал, он просто прошел в контратаку и забил одного. Скайлер теперь по нему из инфа, у него 40 хп, у него серьезные проблемы, а фрагстерсы просто убегают в сторону б-планта, ибо что тут нам делать вообще, а что нам молодым? И Драгонфлай тоже уйдет, что самое интересное. И по нему теперь из инфа, и должна выйти стяжка в сторону б-планта постепенная. Ну, не то, чтобы прям постепенная. Хм, ну, 50 секунд, обратите внимание, то есть перетяжка очень своевременная, но эйс, если бы были гранаты, скорее всего, его еще потянули. Нельзя давать на вентиляцию, нельзя давать выход на вентиляцию, откройся. А, флешка шикарная. Тут еще и не разбит вент. Флешка от рефрешера, да нет, инфа 100% не так есть уда про о том, что на винту к нему пришли, потому что он спалился, кидая флеш. Да, 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 его хоть что там будет чекать. Давай, ой, сочно попадает, хотя и не с первого стрейфа, но не столь важно. Важно, что 20 секунд времени и Фракстерс открывает точку базы B, где Скайлера и Акса не видно вообще, их нет, ребята. Вау, вау. 11-4. Вот это игра, друзья. Вот это игра. Ну, знаешь, я бы не сказал, что игра для Торбана пошла 3-0-7, все-таки, как-никак. А в остальном-то команда его более-менее ровная идет так же, в принципе, как и у команды Юнайтед. Там все старались на славу, насколько смогли, во всяком случае. И вот он повторчик первой половины. Фракстерсдушить начали с самого начала. И если подумать, не если бы парочку ошибок, то, возможно, даже бы и 12 увидели бы раундов от них, а то и более, потому как Юнайтед... В общем и целом, очень слабый диффенс показали. И сейчас надеяться на то, что они заберут пистолетку, не приходится. Факт. Факт. Но атака, мы знаем, что она может дать новых сил, Юнайтед. Они, опять же, очень классно разваливали у нас на Мираже. Без первого девайсного пистолетку брать нет смысла. О как. Это потому что что? 11-4 счет. И? Они берут пистолетку, идут на 11-7, но потом берется первый девайсный, у них резят экономики и вот так вот. Так они не дефенсы играют на атаке. Ну, я об этом и говорю. Ну, на атаке у тебя все равно будет вторая экономика. Ну, там спорный момент, да. Возможно, не будет. Они просто забавятся нормально. Так, а бомбы? А еще друг бомб не будет вообще. Да, смысла не будет. Они несколько раундов выиграют. Что, без бомб потом? Ну, да. Ну, такое. Не, я думаю, что у United может быть очень неплохой шанс на этот камбэк. Ну, да еще надо выиграть пистолетку, а сейчас приемка базы B. Четыре игрока, а даже пять игроков. Просто Rush B в исполнении United. И Stavn вместе с тиммейтом прикрывает уже минусы от бомб, скипад, а злпадает также деппера. Еще минусы по Эйсу. Stavn on fire. И далее Stavn у дает минус Dragonfly. Сделать по Skyler'у последний. Стоится мус. И вот муса. Замуссировали. Замуссировали. Просто 12-4. Какой классный пролет. В очередной раз. Апсы просто шикарно. Это что-то отдельное. Я такого не видел вообще. Это искусство. Это арт-хаус. Да. Вообще, кстати, я правда тоже не видел эти трубы. Стоп. Хорошие трубы. Это единственное, для чего, видимо, созданы все эти текстуры. Особенно не кейс. Чтоб пролетчикам было чем заняться. Это потратить свои силы. Итак, Фракстер. Самое главное сейчас не проиграть антифорсовый раунд. Понятное дело, что коленочки дрожат. Победа уже вот здесь. Она уже во рту. Она вот прям чувствуется. Они готовы уже поднимать кубок. Который, правда, они не возьмут в любом случае, но... Не понял. Ну, я имею в виду. Ладно, ладно, возьмут. Но надо еще выиграть много каток. Точнее, завтра две. Два беста в три. Их отделяет от победы. Ну, опять же таки, все складывается не так хорошо. Для Юнайтед они должны были делать размин с самого начала. Но, как получается по практике, последний остается эйс. Эйс. Ты вообще в адеквате? Эйс. Ты в адеквате? Скажи мне. Я думаю... Правильно спрашивали? Крестной это вообще лечится? Это не лечится, чувак. Человек просто сидит и получает спанчбобов в безлимитном формате. Давайте посмотрим на Unlimited лучше. Это команда, которая, друзья, дошла до третьей карты. Которая реально давала бой на нюке. И не впечатляет, честно говоря. Особенно если взять то, что все американские команды играют нереальное количество кэшей. Здесь не за такой команды, которая вот мы не играем кэш. Я могу сказать, что кэш в последнее время пропала как-то с мопула. В основном играет инферно, потому что пришел. Да, инферно и куча таких вот карт. Но кэш, если брать таких противостояния среди тир-2 команд, они постоянно какие-то сочные. Но вот что-то с Unlimited вообще не пошло. Это просто жесть. Посмотрите на это. Их просто бомбят. Жарят. Артиллерия пошла. Дэм, сын. Где ты нашел это? 14-4. Это 14-4 и шансов у Unlimited на то, чтобы что-то тут вернуть. Давайте. Вспоминая первый игровой день. Команда Unlimited обыгрывала. Этот первый игровой день. Даже Торбан не нужен. 4-0-7. Парень АФК. Как и мы с тобой. Да. Не, мы с тобой АФК. Я не знаю, я сколько уже? С 6 часов вечера работаю. И все еще вроде жив. И даже ору. В этой карте уже орать нечего, к сожалению. Потому что и ошибок очень мало. Таких вот генеральных Ярофлянах. Во-вторых, напряжения меньше. Опять же, именно поэтому и ошибок меньше. Что раундов мало, напряжения мало, клатчей нету. Все просто... Что? Что? Так, ну на самом деле на красную очередь. Give me your, give me your, give me your attention, baby. Это музыка. Музыканты одни кругом. Одни гитаристы в стране. Да, повернул направо. На заводе некому работать. Попал на гитариста, повернул налево, попал к Crystal May. Так, так, так. О, ед! Бой! Да, это же воскресенье минус 2. Это каратель, понимаешь? Это... Паннишер! Есть 2, 3 минуса тоже. Он вышел из ада, понимаешь? Еще я их подобрал. Это хел бой. Он хочет эйс. Дайте эйс молодому. Да, дайте эйс 16-летнему. Пожалуйста. Ему, кстати, повезло то, что этот турнир не в Германии, потому что в Германии официально по правилам с 18-ти надо играть. Именно поэтому у Na'Vi не фулл состав. Они взяли себе замечательного... Ламыча. Ну, Ламыч вообще просто супер прелесть. Обожаю этого чувака. Жалко, что я не так много могу с ним работать. Ну, просто как бы у него есть две стороны Ламыча, но это он должен сам рассказывать. Но насколько я понял, я понял, да, там есть свои приколы. Ну, я не сомневаюсь, таких людей не бывает без приколов. Ты видел хотя бы одного хорошего человека без приколов? Как это есть? Ну? Кто? Ты не знаешь, кто это? Кто? Ну, серьезно, не знаю. Ладно, в паузе я тебе напомню. Хорошо. Бабски забирает Муса, падает Скайлер. 15-4 барабанная дробь. Выиграет ли команда? Это твоя барабанная дробь? Серьезно? Нет, нет, нет. Моя барабанная дробь, наверное, нет. Ее еще нет. Надо 15-4 и конец. Тогда будет барабанная дробь. Я пока тут подготовлюсь. Будь вот здесь слипчик, он бы тебя научил, братья. Так. Будь то тут слипчик он бы. Этот вот человек, который способен рассказать себе многое про звуки. Два маг десятых. Адапра и Скайлера. Эйс, тем временем, с Эзехой. И Галилу. Адаза уже упал. Ну, Юнайтеды, я думаю, уже просто идут на смерть. Они понимают то, что это Габелла. Они понимают то, что их паровоз протек. И нам некуда больше лететь. Работает. Делает уже два. Но на третьей не хватает. К сожалению, хат-трик не удалось. Скайлера, тататым, Скайлера, тататым, Скайлера, тататым. 4 в 1. Просто умри, спасибо. 4 в 1. И это Фракстерс, друзья, которые взяли. А там стили, между прочим. Кто? Кто там стили? Куда? Фракстерс, а там стили. Они же проиграли в первом матче, я же об этом уже не первый раз говорю. Обнимашки пошли. О, какие радостные! Они попадают в плей-офф, Dreamhack Open. Остин. На сегодняшний день они начинали с того, что они были в сетке лозеров. Они должны были играть два матча подряд на вылет. То есть, они могли бы сыграть даже один, на самом деле, матч. И уехать домой. И уехать домой. И это реально было близко. Они играли с полноценной серией против бразильцев, ПКЛ и компании. Люмности. Пикла. Пикла. Пикл. Привет! Отлично.